Боевики продолжают обстрелы на Приморском и Луганском направлениях, а также в районе Авдеевской промзоны. В то же время украинские бойцы ведут разминирование вдоль линии разграничения и на ранее освобожденных территориях. Как прошло в воскресенье в зоне АТО, подробнее расскажет наш военкор Руслан Смещук. Это может быть либо мина, какой-то либо предмет. Вот так, шаг за шагом, метр за метром Донбасс освобождают от мин. Буквально через несколько метров миноискатель опять подает сигнал. В этот раз тревога не ложная. Это противотанковая мина ТМ-62 нажимного действия. То есть, когда техника наезжает на нее, происходит взрыв. Для того, чтобы извлечь мину из земли, ее аккуратно обвязывают шнуром, потом отходят на безопасное расстояние и выдергивают. Дергаем. Есть. Есть. Проверяем. Вот мы сняли мину. Как видно, она не взорвалась. Это нам даже очень повезло. По-другому поступают с растяжками. Их снимают кошками с безопасной дистанции. Просто накидывают крюк на леску и ликвидируют. Ну а неразорвавшиеся боеприпасы, а их на Донбассе хватает, часто просто подрывают. Саперы говорят, в ближайшие годы работы у них хватит. Ведь мин много не только на линии разграничения, но и на территориях, где боевых действий нет уже несколько лет. Но там все равно гибнут люди. Реки войны – это 10 лет разграничения. Но много времени потребуют для того, чтобы разминивать и все разграничения. Местное население стыкается с противотанковыми минами, которые были еще в 2014-2015 году и не выявлены. Вносит сложности и погода. Последние несколько дней на востоке страны аномальная жара. Каждый день в степи пожары. Это существенно осложняет работу саперов. Пожарки возникают на тех полях, которые заминованы. Это складывает серьезную небезпеку нашим саперам. Но, несмотря на это, они работают суттево. Что вы понимали, в день приблизительно 8 гектаров территории у нас разминовываются. Руслан Смещук, Евгений Пахальчук и Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер.